здравствуйте друзья и гости моего канала ну что уже конец января как говорится осталось немножко и уже начало февраля у нас продолжаются посевы с вами и уже даже некоторые растения нужно пикировать сейчас я вам покажу вот вот я села вот овсяница вот такая для альпийской горки ее нужно уже вон распикировать вот пожалуйста видите сегодня я буду ее уже распикировать она неприхотливая хорошая такая поэтому буду ее уже я распикировать вот ну а сегодня сеть я буду что сейчас вам покажу вот что я буду сегодня сегодня сеять время уже поджимает поэтому нужно быстренько все посеять оставайтесь со мной ну вот такую красоту сегодня мы будем сеять вот такая вот у нас вербена вот бальзамины вот две пачечки посею садовые и рубейки посею и лапчатка почему так рано рубейкию лапчатку потому что в том году я ее сеяла в начале марта в теплице днем в теплице очень жарко тепло на ночь я ее прикрывала пленкой она очень долго всходила у меня потом зашла вот у нас все лето было жара очень сильная я ее пересадила на постоянное место она у меня там общем рост у нее почему-то приостановился как бы я ее не поливала и вот но все-таки мне кажется нужно ее пораньше по моему взгляду она не набрала силы кустики были очень маленькие такие не знаю почему я же говорю нас еще все лето жара была поэтому ни капли дождя все три месяца мы его все поливали своими силами как говорится поэтому в этом году не знаю какая у нас будет весна у нас то туман это дожди то еще что-то ну в общем я ее посею пораньше чтобы она меня успела порадовать своим цветением это как бы написано многолетник но вот некоторые смотрю любители садоводы говорят что она плохо выходит из-под зимы вымерзает в общем одним словом и лапчатку тоже в том году сеяла желтая у меня была ни одна не зашла тоже по хочу попробовать посеять здесь у себя под фитолампами поставлю и посмотрю какой будет результат ну конечно же буду вам показывать вот сейчас приступим посевом у меня вот такой вот контейнерочек здесь есть метки в него и посею я сделала вот такую вот подложку потому что он очень хрупкие чтобы земля не пересыпалась вот такой вот приклеила портон очень удобно так ну вот земельку я смочила вот такую будем сеять с вами сейчас я семена достану не в пакетики за фасованы вот такая вот такие вот семена я их прям россыпью так вот буду делать потому что все равно мы будем потом пакетировать по стаканчиком и и я выращиваю уже тоже третий год таким способом так немножко сейчас еще с мучим сами семена увлажним чтобы они лучше проклюнулись начали проклюваться лучше водичка у меня обычная тепленькая ну конечно же немножко надо присыпать совсем немножко чтобы они не подсыхали все-таки квартире у нас у нас в квартирах тепло отопление чтобы было комфортно естественно нужно будет смотреть каждый день где-то увлажнять если пересыхание начинается еще немножко я смачиваю увлажняю для надежности как говорится я так делаю уже третий год земля у меня покупная все контейнер вот потом я ее приклеиваю сбоку так пока положу так вот вербину мы с вами посадили теперь будем вот такую красную садить вот здесь кстати она была просто в пакетике в обычному так вот успе было в пакетике здесь семена покрупнее у этой вербины и меньше их видно все таки зависит от сорта все зависит от сорта конечно ну вот так же таким способом здесь можно даже они крупные вот по одному разбрасывать раскладывать вот так вот мы их разложили сейчас я также их увлажню делаю вот так пищевая пленочка все посеяли с вами вербину так но теперь мы с вами будем сеять бальзамин вот такой сейчас я открою посмотрю какие у него семена вот так посмотрим ох тут их совсем немножечко так это надо значит емкость не вот такие вот я контейнер очки нашла вот увлажним их я думаю хватит там немного семян все равно потом пикировать бальзамин я тоже уже садила у меня есть в плейлистах видео какой красивый он влагу правда любит его надо постоянно летом поливать но цветет обильно без перерыва до самой поздней осени вот здесь совсем мало друзья семян видите видите так сейчас даже посчитаю шесть десять штук всего десять штук вот ну крупненькие правда хорошие семена вот один так вообще он какой большой разновидность бальзамина разная есть всякие всякие разные еще и можно в простонародье называют мокрые ванька он неприхотливый бальзамин он сходит хорошо так же я приклеиваю под скотч и все так ну вот в этом бальзамине тоже семена хорошие крупные вот видите тоже десять штучек я посчитала у меня получится три вида фиолетовый красный и розовый и они будут красиво смотреться где розовые росли у меня кто со мной на канале тут конечно помнит знает и дополнение сделают эти фиолетовые красные туда же также по кругу посажу и будет красиво смотреться вот стаканчики я приготовила увлажнила их будем сеять вот такую красавицу сейчас семена крупненькие так сегодня ничего нет тут их тоже мало конечно вот вот такие вот семена крупненькие так вот я разложила меня кто-то спрашивал задавал вопрос почему вы покупаете землю если у вас есть своя земля вот отвечаю вам на вопрос если конечно же смотрит меня тот человек который задавал этот вопрос садовая земля для посев она не подходит она тяжелая нужна покупная земля здесь все таки она обработала обработана специальные у нее тут а торф там ну специальная земля а наша садовая земля как бы ты ее пышное не делал она все равно для посевов не пойдет ее надо прокаливать чтоб сорняки не прорастали и так далее поэтому для посевов я землю покупаю а для пикировки я смешиваю землю я беру свою садовую а сверху немножко добавляю покупной земли немножко совсем атака пикировку делаю свою землю садовую окно вот осталось у нас лапчатка вот такая посеять надо станет и посеем может быть получится зайдет здесь в том году я же говорю сейла в грунт там на даче желтенькую ни одна не зашла семена у нее мелкие вот так довольно таки вот такие семянки у нее меленькие такие я прям вот так вот сейчас возьму и вот так вот прям рассыпно нашла вот такую емкость потом все равно пикировать вот так вот я посеяла хорошо увлажним чтобы быстрее тронулись семена в рот овсяницу хочу вам сказать друзья корневая у нее очень большая мощная думала я ее так потихонечку вытащу потянула она оборвалась пришлось вот ножик ножичком очень сильная корневая система у нее большая такая мощная вот видите так что вот так вот сейчас я ее сюда посажу корневая вон какая длинная так ну еще один кустик наверное я сделаю я его весной еще раз разделю на постоянное место еще поделила сейчас пока пускай так разрастает здесь у меня три и четыре кустика вот таких маленьких думаю достаточно ну вот мои хорошие сегодня мы с вами посеяли сегодня у нас 26 января все что мы с вами посеяли запишем в тетрадочку на следующий год знать что и как взошло у нас вот вербену посеяли и рубики с вам покажу полочку я не у меня находится ну вот друзья как и обещала показываю вам полочку вот так вот она у меня выглядит это три года назад муж не сделал такие полки на каждой окна пока мы установили две зале попозже здесь у меня лампы не прикручены муж сделал вот они все горят это у меня колес и я начеренковала от своих маточных на укоренение поставила вот и здесь наши с вами растяжки которые мы сегодня сели вот лампы сейчас я включу и покажу как будет выглядеть вот так у меня горят лампы я их включаю вечером как только стемнеет всю ночь они у меня горят и утром выключаю где-то часов в десять полдесятого как начинает солнышко светить ярко вот вот так вот такие вот лампы они очень хорошо помогают растениям развиваться особенно которые вот мы посеяли и начинает проклевываться очень хорошо ну кому интересно кто новенький можете проходить в мои плейлисты там все есть все показано рассказано так что вот такие лампы у меня и полочки есть пока еще мало заставлено но я же говорила уже и повторяю что посевы у нас только только начинается так что все мои хорошие подписывайтесь на мой канал впереди много интересного пишите комментарии задавайте вопросы с удовольствием отвечу все мои хорошие до новых встреч до нового скорого видео до свидания до новых встреч